Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад всех приветствовать от имени организатора конференции СБК Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия и его научного подразделения Центр прикладной биологии. Этой встречей мы продолжаем серию семинаров, начатую в этом году уже было проведено два семинара. Один на тему использования ДИС-технологий, второй на тему влияния опустынивания на животный мир Казахстана. Материалы этих семинаров можно посмотреть на нашем канале в YouTube. Сегодняшний семинар посвящен такой достаточно значимой теме, как учеты численности животных. То есть все участники сегодняшней встречи так или иначе сталкивались с учетами, с тем, что учеты – это действительно достаточно сложная проблема, результат которой зависит от множества факторов. И от технологии учета, и в очень значительной мере от способов интерпретации данных. То есть что мы потом с этими данными делаем. Для чего нужны учеты численности? Это совершенно очевидно, за всем присутствующим этим ясно. Без них невозможно планировать мероприятия по сохранению видов, без них невозможно планировать мероприятия по управлению популяциями, регулированию численности и так далее. То есть учеты являются основой практически всех мер по сохранению, воспроизводству и использованию животного мира. В последние годы учеты совершенствуются, то есть они постоянно совершенствуются с того момента, как они вообще были начаты. Сейчас появляются новые технологии, современные появляются, техника. Но эту технику надо, в общем-то, с головой применять. И технологии сами по себе ничего не решают, надо уметь их использовать. И вот использованию современных методик учета и интерпретации данных и посвящен данный семинар, он посвящен учетам численности млекопитающих. Докладчики у нас сегодня научный сотрудник СБК Алена Коштина, заведующий лабораторией Ставропольского противоочувственного института Владимир Маркович Дубянский и ведущий специалист СБК Альберт Салемгареев. Они расскажут, соответственно, об учетах численности сурков с использованием спутников космоснимков. Условное название доклада Владимира Марковича, он скажет сам, условного учета численности грызунов. И Альберт Салемгареев расскажет об учетах численности САЙГАКа в Казахстане. Итак, не будем больше тратить время на вступление. Начнем. Алена, вам слово, включайте демонстрацию экрана. Первый доклад Алена Кошкина. Учеты численности сурков с использованием спутниковых снимков. Просьба всем, кто не выступает, выключать микрофоны. Секундочку, другой режим воспроизведения. Всем добрый день. Начнем с сурков. Большое спасибо за возможность первого доклада. Значит, тема звучит расчет численности сурков с использованием спутниковых снимков. Я сразу начну с традиционных методов учета сурков. И дальше двигаемся к тем подходам, которые мы использовали. Значит, традиционные методы учета сурков. Начинаются с оценки общей площади поселений. Затем обычно проводятся маршрутные учеты для оценки плотности семейных участков. Потому что единица учета суркового поселения – это семейный участок. Это как сурки и семейные животные. И конвертировать напрямую количество нор, просто количество нор, то есть численность нор в численность животных невозможно. И поэтому маршрутные учеты предполагают учет семейных площадок. И обязательно необходимо знать число зверьков на семью. Это обычно выполняется площадными учетами, наблюдениями с каких-то мониторинговых точек. И вот в этих традиционных методах есть две большие сложности. То есть, во-первых, площадь поселений, оценка площади поселений точная. Это довольно трудоемкий процесс. Как вы понимаете, нужно картировать. Если это в масштабах области, допустим, или района, это одно дело. Но если это масштаб страны, это очень сложно и трудоемко. Много ресурсов требуется для этого. А также вторая сложность – это расчет плотности семейных участков. Потому что вот на всем вот этом поселении, которое мы здесь видим, здесь будет разная плотность семейных участков в разных местах обитаниях. Потому что очень сильно количество нор на семейный участок зависит от корности места обитания, от… там бывают поселения балочного типа, бывает поселения плакорного типа. И везде нельзя брать… обычно идет стратификация по месту обитаниям. Нельзя брать плотность семейных участков в какую-то среднюю. Чаще всего необходимо довольно серьезные полевые исследования проводить для точного подсчета. И в этом смысле спутниковые снимки могут быть нам в помощь очень сильно. Сурок, байбак – это… я сегодня буду говорить конкретно о нем. Это единственный по-настоящему степной вид сурков и вообще самый крупный сурок из всех. И он имеет большие норы с большим выбросом, с большим бутаном. Вот здесь вы видите от 5 до 20 метров у них бывают бутаны. И это дает хорошую возможность такие бутаны увидеть… Упс, какие-то происходят процессы здесь. Думаю, это с зумом какая-то проблема. Вот, если кто-то видит такие линии, то это какая-то проблема здесь, наверное. Ну, в общем, я продолжу. Величина этого бутана очень большая, и его можно увидеть со спутникового снимка. Здесь пример. Если мы берем в спутниковые снимки разрешение до 10 метров, то этого вполне достаточно, чтобы увидеть вот такие основные, что называется, постоянные норы, гнездовые норы или летние норы. Они имеют обычно большой бутан. Конечно, норы с небольшим бутаном увидеть на таком снимке будет невозможно, но приблизительно 10-20, даже от 5 метров бутан можно увидеть на спутниковом снимке. Мы решили проверить. В первую очередь у нас была цель, в принципе, посмотреть состояние поселения сурков во всей стране. И мы решили проверить сам метод, как работает сам метод. Поэтому мы не стали сразу картировать все поселения, не стали проводить сплошной учет, а выбрали метод случайной выборки. И на весь ареал, казахстанский ареал Байбака нашего подвида, как вы видите, у нас самый большой сплошной ареал Байбака. Европейская часть ареала сейчас очень сильно фрагментирована, а вот казахстанский подвид сейчас обладает наибольшей численностью и наибольшим нефрагментированным ареалом. Мы использовали около 1300 случайных площадок для того, чтобы посмотреть, как на спутниковых снимках будут видны норы, ну и постараться попробовать их посчитать. Вот примерно красными точками вы видите на площадке, на которых мы нашли норы, точки присутствия. Мы закартировали больше 7000 нор в общей сложности. И вот здесь можно увидеть снимки каких годов мы использовали. Мы использовали снимки Google Earth и Bing. Снимки Bing сейчас недоступны, они пропали из доступа. В тот момент, когда мы картировали в 2017 году, эти снимки были наилучшего качества. Но сейчас Google обновил свои снимки для нашей территории вот в последние два года. Поэтому, в принципе, их достаточно для того, чтобы вот сурков картировать. Разрешение очень хорошее теперь, даже лучше, чем Bing. И вы видите, что здесь спектр годов. Как вы знаете, Google Earth и Bing, вот такие снимки свободного доступа – это мозаика из снимков разных лет. То есть мы не… Это не срез какого-то одного года, это примерно период… Вот у нас наибольшее число снимков было с 2010 по 2014 год. Но были и старшие тоже снимки. Но их было, в принципе, немного, поэтому мы этот момент не учитывали. Вот так примерно выглядела площадка. Площадка диаметром 1 километр у нас была. И в этой площадке, внутри площадки мы… Сейчас, секундочку, я подвинусь здесь, чтобы видно. На этой площадке мы читали все норы, то есть отмечали точками все норы для того, чтобы потом проверить, насколько мы много, насколько, какое количество нор мы можем видеть со снимком. И здесь вы видите разные виды места обитания, на которых мы картировали норы. Мы выделили основных четыре вида места обитания. Это было важно для стратификации. Как я говорила в начале, мы надеялись узнать плотность разных семейных участков в разных местах обитаниях. И это позволило бы точнее определить численность. Здесь вы видите сурков на пашне. Нору сурков на пашне, ее было легко. В принципе, определить здесь видно, что это поля и полосы от распашки. И залежи определялись тоже по границам полей бывших. Но здесь какие-то, вы видите, происходят там процессы. Растительность уже... Уже видно, что это не свежее поле. Ну, возможно, какая-то молодая залежь. Были и более старые залежи, но их тоже очень хорошо видно обычно со снимков. Там идут вот эти вот наши двухкилометровые следы от наших двухкилометровых клеток, которые в Казахстане стандартный размер имеет такой. На пастбище отличалось тоже наличием тропинок скота. И тут рядом поселок, допустим, находится, севернее. Тоже, в принципе, отличалось. Но вот целинные участки, их было немного, на самом деле, потому что все северные участки ареала сурка в Казахстане распаханы сейчас, либо залежами являются. А вот целинные участки были в основном на юге, это были такие сухие места обитания. И, ну, норы там тоже были видны, хотя уже тогда мы поняли, что со снимков они видны там хуже, чем, скажем, на других местах обитания. И вот так норы выглядят в поле. Видите, что на пашне бутан распахан, то есть он уже имеет не такие четкие очертания. На залежи он более заросший идет. Ну и на пастбище лучше всего видно, потому что растительность не так сильно на вот эту расчищенную площадку заходит. И на целинных участках они тоже бывают довольно заросшие. Сразу возникает вопрос, у нас возник вопрос, не можем ли мы где-то спутать норы сурка с норами других видов. И первый претендент здесь был у нас желтый суслик, потому что это приблизительно по размеру, приближающийся к суркам. Сурка суслик очень крупный, имеет тоже часто крупные выбросы. Но когда мы начали изучать в тех участках норы, вы здесь видите вот как раз сравнение. Вы видите, что они очень хорошо отличаются. Во-первых, по структуре колонии отличаются, но и, в принципе, по размеру видно, что тоже отличаются. Даже, можно сказать, на правой картинке можно спутать эти норы, легче спутать с какими-то элементами ландшафта. Поэтому больше у нас никаких сомнений, что это могут быть другие виды, не было, потому что ничего похожего по размеру ни у кого таких нор нет. Но еще одна проблема, о которой мы сразу подумали, что это могут быть... Так, там какие-то звуки пошли. Что норы могут быть нежилыми. И вопрос был в том, как определить, и есть ли риск такой, что мы будем считать нежилые норы тоже. И в данном случае вы видите как раз... На этом снимке вы видите и жилые, и нежилые норы. Вот жилые норы, они внизу, в правом нижнем углу. А вот здесь нежилые норы, которые выглядят, наоборот, как темные точки, потому что вообще сурки, так как они обитают довольно-таки в увлажненных местах, их норы быстро зарастают. Там практически на следующий год норы... Причем растительность на этих норах, на этих бутанах, она будет уже более густая и высокая, чем окружающий ландшафт. Тот, кто видел вот брошенные колонии сурков, это сразу видно такие зоогенные участки ландшафта, хорошо выделяется, и на снимках они тоже так хорошо видны темными точками. Но я хочу сказать, что их было очень мало, таких мест, где мы нашли брошенные норы. Поэтому по вопросу, обитаемы эти норы или нет, у нас не было тоже сомнений, потому что сурки постоянно расчищают свои норы, и если нора обитаем, это видно очень хорошо. Единственный момент тоже был, когда мы находили норы, старые следы от нор на действующих полях. Вот вы здесь видите, это тоже распаханное поле, которое используется сейчас, и следы от нор, они как бы немножко расплывчатые. И мы находили еще более такие расплывчатые норы, и они уже выглядели действительно больше как следы от нор, потому что выброс земли, который образуется вокруг норы, он обычно светлее, всегда дает очень светлое такое пятно, и когда по нему проходится сельскохозяйственная техника, он очень сильно размывается, и если даже нора перестает быть обитаемой, это пятно почвы более светлое, оно все равно остается на поле. Но все-таки, если нора обитаемая, у нее в серединке будет очень-очень светлое небольшое пятнышко, мы это проверили потом, когда в поле исследовали те точки, которые нашли на снимке. Ну и следующий вопрос был такой самый основной, как конвертировать эту численность нор, которую мы посчитали, в численность животных. Как я сказала в начале, это невозможно сделать напрямую, потому что нам необходимо знать плотность семейных участков, и мы подумали, можно ли вообще увидеть семейные участки на снимке и их определить. Ну вот здесь вы примерно видите, да, что несколько семейных участков мы приблизительно определили. Там, где есть тропинки между основной зимовочной норой, и вот некоторые связи есть между вот этими норами и здесь тоже. Но в общем и целом это выглядит довольно сложно. То есть если вот эти четыре еще как-то можно определить, то все остальные – это довольно кропотливая работа, и едва ли это отличается от полевого исследования по трудоемкости. Допустим, здесь мы довольно большое количество времени потратили, чтобы определить все семейные участки, и вы видите, что это довольно неочевидно, если на первый взгляд посмотреть, где-то их совсем не видно. Ну или здесь, допустим. То есть количество нор не коррелирует напрямую с количеством семейных участков. Где-то их плотность на участок будет очень большая, но вот здесь, допустим, довольно маленькая была. И в связи с этим, конечно, мы решили, что мы будем именно плотность семейных участков брать из полевых данных, потому что спутниковые снимки не позволяют такие данные получить. Вот каким образом мы проводили дешифрирование данных. Мы выбрали 30 случайных участков, которые были кортированы на снимке, и обычные маршрутные учеты осуществили там. То есть несколько учетчиков шло через середину вот этого участка, вот этой площадки учетной, и мы кортировали все норы и определяли тип нор. И здесь вы видите красными точками обозначены зимовочные норы, которые соответствуют количеству семейных участков вот на этом рисунке. И оранжевые – это другие второстепенные норы временные, которые относятся к какому-либо из этих участков. То есть вы видите, что на снимке вряд ли мы смогли бы определить эти семейные участки. Скорее всего, вероятность погрешности была бы очень высокая. Значит, мы посчитали на 30 таких площадках, и потом использовали именно эту плотность в подсчете численности. Но благодаря этому дешифрированию мы также определили, что присутствие и отсутствие колонии сурков мы определяем с очень высокой долей вероятности. У нас почти не было промахов, была только одна площадка, где мы ошиблись. Но, скорее всего, сурки там были до этого, и она просто была распахана после того, как снимок был сделан, спутниковый снимок. Но также мы выяснили, что мы видим только 40%, приблизительно 40% нор всех. И причем иногда мы и основные норы тоже не видим. То есть мы должны учитывать эту погрешность при расчете численности. Что мы сделали? То есть территорию для экстраполяции мы использовали Максцент-модель пригодного места обитания, которая как раз была сделана со сходными данными спутниковыми. и вообще так не принято делать модель Максцент. Как вы знаете, возможно, в основном эти модели всегда основаны на реальных полевых данных. Но мы попробовали, при этом у нас случайная выборка позволила очень хорошее распределение данных получить. И проверив, к этому я приду чуть позже, проверив качество этой модели. Во-первых, качество было очень хорошее в модели. Это довольно сильная модель была. И проверив, действительно закортировав более сплошным учетом, мы увидели, что модель очень хорошо сработала. Поэтому эту территорию мы использовали в качестве территории для экстраполяции. И приблизительно вот так выглядела формула. Сейчас я ее расшифрую. Значит, мы использовали среднее число НОР на нашу учетную площадку, умноженное на вероятность определения НОР со снимка. Это было у нас 0,4-40%. Затем делили на площадь учетной площадки. Это давало нам плотность НОР. Затем мы использовали среднее число НОР на один семейный участок, который мы выяснили в разных местах обитаниях. То есть вот эта вот формула использовала для разных мест обитания, а потом суммировалась. Умножали на 3. Это среднее количество, среднее число сурков на одну семью в нашем регионе. Это очень, конечно, округленно и весьма спекулятивно, но нам нужно было хотя бы какие-то данные использовать. Естественно, число сурков на семью очень сильно тоже зависит и от возраста поселения, и от многих других факторов. Ну, 3 сурка на семью – это приблизительно наиболее часто использующееся число, которое среднее, которое можно брать. В качестве территории экстраполяции мы использовали модель Максент, и в конце это все мы умножали на процент встречаемости. В связи с тем, что у нас была выборка, мы делали выборку, а не сплошной учет. Вот по этой формуле, когда мы рассчитали численность сурков в Казахстане, у нас получилось 6 миллионов плюс-минус 2 миллиона. К этим данным я приду чуть позднее, объясню. Следующим шагом, что мы сделали, был сплошной учет. То есть мы поняли, что метод работает, в принципе, довольно хорошо, с присутствием-отсутствием. Мы поняли, что считать количество нор по снимку, в принципе, большой необходимости нет, потому что все равно мы используем для подсчета плотности семейные участки, которые мы собирали в поле. Поэтому для сплошного учета мы использовали только данные присутствия и отсутствия. Вот такую сетку мы построили на весь Казахстан. Это для примера я показываю сейчас. Сетка 5 на 5 километров. И здесь вы видите, эта сетка уже отработана по двум областям. В черных точках присутствуют сурки, поселения. И вот красными точками данные полевого дешифрирования, там, где мы точно проверили, что наши данные верны. И вот здесь вы видите результат по всему Казахстану, такого сплошного учета. И он наложен как раз на нашу модель Максент. Вы видите, что она довольно хорошо совпадает с реальными данными. В некоторых местах, там, где модель не совпадает с данными, наша версия, что модель происходит, потому что модель наша не учитывала тип почв, что является очень важным фактором для присутствия сурка. Вот, допустим, вот в этом регионе, вот здесь тип почв не учтен. И вот здесь. Ну, в общем и целом, модель очень хорошо работает. Вот здесь вы видите, каким образом распределяются эти поселения по видам землепользования. И как раз вот эту карту мы использовали для стратификации следующего расчета численности с помощью вот этого сплошного учета. Вы видите, что большинство поселений находится сейчас на полях. Коричневым обозначены поля вместе с залежами, действующие поля и залежи. А как раз на полях и залежах плотность семейных участков у нас самая низкая, поэтому очень важно здесь было сделать стратификацию. Поэтому если бы мы брали среднюю плотность семейных участков, такая, какая она бывает в степи и, допустим, на пастбищах, самая высокая плотность семейных участков, по нашим данным, то даже если мы берем медиану, а не среднюю, то все равно результат был бы слишком сильно завышен, потому что основная часть поселений сейчас находится на полях. И вот так выглядела формула для расчета численности сплошного учета. Здесь мы использовали только плотность семейных участков на пашне, умноженную на площадь пашни, и плотность семейных участков степи, умноженную на площадь степей, потому что всего лишь два типа места обитания. Вот эта карта нам позволяла использовать. Эта карта в публичном доступе находится. Она довольно старая, не очень точная, но самое лучшее, что сейчас есть на нашу территорию. То есть чем это отличается от предыдущей оценки, что здесь мы никак не учитывали плотность нор, мы никак не цифровали норы в этих площадках, мы только лишь в каждой площадке 5 на 5 километров отмечали присутствие и отсутствие сурков, что в принципе было тоже довольно трудоемким. Это заняло очень много времени, но тем не менее меньшую погрешность дает, чем предыдущий выборочный учет. Погрешность этого учета заключается в том, что, конечно, мы отмечали присутствие и отсутствие даже в тех точках, если туда попадала одна нора всего лишь, то мы считали, что сурки там есть. Поэтому здесь небольшое завышение численности тоже присутствует. Да, и в конце также умножали на приблизительно 3 сурка, на одну семью мы считали в среднем. Ну вот здесь вы можете видеть сравнение этих двух методов. Красным обозначено результат выборочного учета, около 6 миллионов сурков в стране, и сплошным учетом мы получили около 13 миллионов плюс-минус 2 тоже. Вы видите, что наша оценка выше, чем все предыдущие, начиная с 50-х годов прошлого века, потому что в то время как раз считалось, что распашка целины сыграла роковую роль для популяции сурков в Казахстане, что она практически была подорвана, что популяция очень сильно снизилась. Но на самом деле, как показывают данные, сурки продолжают жить на полях, причем это их основное место обитания сейчас в Казахстане. Несмотря на то, что это пессимальные условия, они там выживают и, в принципе, такие довольно сплошные, имеют поселения очень большие. Но при этом, конечно, да, мы находили во время полевых исследований, мы находили много точек, где колонии были недавно, но они исчезли какой-то год после того, как был сделан снимок. Но тем не менее, мы считаем, что приблизительно вот наши данные, которые мы получили сплошным учетом, они ближе к реальности. И это еще также подтверждается. Некое подтверждение этому. Результат учета сурка, результат оценки численности сурка, который был сделан Вадимом Румянцевым в 88-м году, это была оценка численности методом картирования как раз. То есть единственный раз, когда приблизительно был похожий метод использован на наш, до этого все поселения учитывались больше методами маршрутного учета и площадного учета. И вы понимаете, что такие методы полевой обследования невозможно провести во всех местах, где, допустим, сложно проехать и абсолютно объять вот эти вот все огромные территории Казахстана. Поэтому, возможно, вот эти вот цифры, которые мы здесь видим, вот эти оценки, они довольно низкие. Многие территории, кстати говоря, где мы находили поселения, они не были отмечены почти никакими авторами вот из вышеперечисленных. То есть считалось, что сурков там просто нет. А спутниковые снимки позволили нам, в принципе, найти поселения там. Даже были найдены поселения гораздо ниже, гораздо южнее такой официальной границы, где проходит официальная граница, южная граница ареала. Вот. У меня все. Коротко. Если есть какие-то вопросы. Нет. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Там пока было два вопроса в чате. Алена. Да. В чате, гляньте, был один вопрос. Не уходит ли сурки с Пашем при ежегодном распахивании? Второй. Как рассчитывалась ошибка? Как рассчитывалась погрешность? Так. Сурки не упадутся по лекарной колонии. Ну вот, как я сказала, да, сурки не уходят с полей. Они существуют там вполне уже очень много лет. И я коротко скажу, что было еще одно исследование. После этого мы использовали старые снимки 50-х годов шпионской миссии Корона, которые, американские снимки Корона, которые были времен Холодной войны. и эти поселения, которые мы там нашли, они на 90% остались на тех же местах. То есть, да, сурки остались. Так, ошибка. Я немного забыла сказать о том, что вероятностные границы, вот эта вот стандартная ошибка, она рассчитывалась из нескольких показателей. Вот в этой формуле она рассчитывалась из плотности семейных участков, потому что, ну, это был средний показатель. А в предыдущей формуле она из трех показателей, из трех параметров у нас происходила. Я пока буду листать до той формулы, а я смотрю, тут еще есть вопрос, может быть, вы как раз дадите задать. Да, вопрос. У Олега Лукановского следующий, Владимир Маркович. Следующий противочернник. Олег Лукановский, вопрос. Добрый день, Алена, спасибо за интересный доклад. У меня вопрос технический. Первый вопрос, какую вы использовали масштаб, то есть глубину зумов, да, применительно к таким картам, как Bing и Google. Почему? Потому что всегда хочется взять более подробный масштаб, но бывают проблемы у таких более подробных масштабов. Часто я замечал, что бывает либо неполное покрытие, либо старое. Здравствуйте. Это зоологи из Шенкетской противочерненной станции Максим Кулемин. Хотел бы задать вопрос. Я прошу прощения, у нас сейчас уже один вопрос идет. Там же вопрос идет, давайте по очереди. Да, давайте сейчас. Хорошо, хорошо. Меня слышно, да, было? Я думал, меня не слышно. Да, Олег. Да, Олег, я слышу тебя. Да. Алена, первый вопрос, это какую глубину зумов вы использовали, как вы определили, что именно этот масштаб, эта глубина максимальная, для вас самая оптимальная. Второй вопрос. Уже выше обозначила, ограничения, то есть такие, например, мы не можем гарантировать, что завтра Bing или Google не изменит свою политику в отношении доступности снимков, что у нас через несколько лет будут доступны свежие снимки на нашу территорию. Рассматривали ли вы какие-либо способы устранения этого ограничения, ограничения по качеству снимков, такие как там облачность или того ограничения, что это мозаика из разных лет, путем, например, перехода на оплатные снимки, рассматривали ли такие варианты или нет? Так, я сейчас быстро отвечу. Стандартная ошибка вот в этой формуле у нас была. Из трех показателей из среднего числа норм на площадку, вероятности определения норм со снимка и норм на семью. Вот здесь оно у меня обозначено. Теперь, что касается вопроса Олега, я сейчас покажу. Мы использовали масштаб единый. Мы использовали масштаб 1 к 9 тысячам на всех наших площадках при обследовании для того, чтобы у нас не было такого, что мы на одном снимке больше увидели, на другом меньше. Приблизительно в этом масштабе мы можем видеть норы с размером бутана определенным. Мы это делали для того, чтобы у нас была, если уж погрешность, то погрешность стандартная по всем площадкам. Хотя можно было бы еще подробнее смотреть и в таком случае на некоторых местах обитания гораздо больше можно было увидеть нор. Но мы решили вот так стандартизировать этот подход. А что касается использования платных снимков, мы даже не рассматривали такой, потому что никаких аналогов планеты Земля нету по качеству. И это просто очень дорогостоящее. Такие исследования вообще были, они есть под другим видом сурков, есть. Но просто эти снимки очень дорогие. Эти исследования можно сделать для более подробного изучения какого-то одного района. но вот такую большую территорию как почти весь северный Казахстан мы можем покрыть только с помощью вот таких снимков в свободном доступе. Ну, естественно, если они перестанут быть в свободном доступе, то другие платформы пока нам неизвестны никакие такие, Олег. Хорошо. Спасибо. Так, следующий. Так, Ставрополь туда Владимир Варкович на очереди стоял, Ставрополь. Затем Шумкентская противочумная. Ставрополь, вопрос. Так. Так, пока не слышно, тогда давайте пока Шумкент противочумная, Шумкентская противочумная. Алена, есть вопрос о Шумкентских залогах. Так, давайте до Шумкентских сначала. Вы уже начали, давайте. Да, уже начали. Давайте Шумкент. Мы бы хотели узнать, насколько южнее продвинулся ареал Сурка, как вы ранее сказали. Нам интересно в плане каком. Мы обследуем часть Бекпагдаринского очага, работаем в Карагандинской области, доходим до Джисказгана. И нам бы интересно в плане того, что может быть где-то уже нас и пересекаются очаги. Ну, вернее, чума распространяется гораздо севернее и, возможно, в поселениях Сурков проникнет. Хотел бы узнать, насколько. Да, вот вы видите, я не сказала, что он продвинулся, я сказала, что мы нашли вот там, где просто раньше в литературных данных таких упоминаний не было об этих поселениях. Вот, например, вот в этих регионах, видно мой курсор, да? Да, да, да. Да. Вот здесь вот эти вот вещи находятся под вопросом. И также при исследовании снимков корона мы нашли поселения вот здесь. мы там не были, но они очень выглядят очень похоже на сурковые поселения. Несмотря на то, что мы знаем, что там есть желтый суслик точно, ну, вот граница примерно вот здесь получается. Да, вот. Ну, то есть, вот здесь мы планируем обследовать, потому что это место совсем неизвестно. Раньше в Нуринском районе здесь никто не упоминал присутствие сурка. Ну, то есть, вот как вы здесь видите, наверное, не настолько южнее, насколько... Спасибо. 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 Да, Владимир Маркович. Сейчас нас слышно? Да, отлично. Да, да. Добрый день. Меня зовут Николай Цапко. Алена, вы вот упомянули в докладе, что попутно занимались исследованиям сусликов, обитающих совместно с сурками. Проводили ли вы оценку учительности? Так как мы занимаемся тоже сусликами, нам интересно узнать. И каким способом проводилась оценка, если проводилась? Спасибо. Да, желтый суслик мы находили колонии даже в одних и тех же местах, где сурками, хотя у них обычно ареалы на стыке находятся, они немножко пересекаются, но все-таки совсем разные места обитания у них. Оценку численности сусликов мы проводили тоже на стационаре на одном. Это была не такая большая оценка. Во-первых, без снимков мы не использовали спутниковые снимки для этого. Это мы делали наземными учетами, но тоже одним методом, который не самый такой традиционный, это дистанционный учет мы использовали на точечных трансектах. Тоже случайную выборку делали. Это был визуальный учет. Я хотела сегодня об этом рассказать, но это в следующий раз, наверное, потому что это метод, который в основном используется для птиц и более крупных животных. Для мелких животных, таких как суслики и сурки, буквально единичные, я знаю, упоминания в литературе, на зайцев тоже делали, но мы попробовали сделать по желтому суслику и в принципе метод себя оправдал. Просто об этом подробнее в следующий раз либо же по почте. Спасибо, будем ждать следующего доклада. Нужно еще вопрос, да? Ага. От меня уже. Ален, здравствуй, спасибо за доклад, интересный. У меня вопрос по формуле по вашей, где вы оцениваете численность сусликов. Да. Сурков, извините. Какая формула? По сплошному учету? Потому что у вас там используется количество семья из трех сусликов. Сурков, извините, я здесь суслик, у нас постоянно суслик из трех сурков. А насколько это чисто математически и демографически оправдано, учитывая, что для того, чтобы воспроизводить просто популяцию, семья должна состоять из четырех, двух взрослых, к примеру, и двух малышей. А из трех она будет просто постоянно уменьшаться тогда, если это будет из года в год. Каждый раз на каждых двух третий ребенок, один ребенок на семью это приводит к депопуляции. да, я долго думала, какое число здесь использовать. Это чисто я опиралась на литературные данные, потому что то есть это популяция взрослых. Здесь я учитываю только взрослых и второго года, получается, сурков второго года. Здесь молодняк не присутствует, как бы не учитывается, потому что, видите, все эти поселения, они находились, когда мы их обследовали, в очень-очень разных состояниях. Допустим, на полях, сурки на полях, они находятся сейчас в очень угнетенном, конечно, состоянии. Там бывало такое, что и один сурок на семью. Это видно было, что бутаны заняты только единичными особями, но, по крайней мере, они используются, это жилые бутаны. И чтобы не получить, знаете, какие-то заоблачные цифры, мы просто решили пойти на вот такое число, хотя я с вами согласна, это, конечно, так тоже не совсем точно. Здесь лучше, естественно, все это исследовать в поле, ну, хоть какую-то стратификацию тоже делать, знать, в каком состоянии находится поселение, чтобы понимать приблизительное среднее количество на семью. спасибо. Алексей Игоревичев, поднятая рука. И, наверное, последний вопрос от Алексея по этому докладу. Добрый день. Меня слышно, да? Слышно, здравствуйте, да. Да, Алена, спасибо за интересный доклад. У меня несколько коротких вопросов, конечно, который также уже напал. Первый вопрос, конечно, по среднему количеству зверьков на семью, потому что наши данные показывали, что где-то 4,2-4,7, но если вы не учитывали молодняк, то, в принципе, может где-то там рядом быть. Второй вопрос, площадь вот этих вот участков, 30 участков случайной выборки. Какая общая площадь и по соотношению к ареалу полагаемому? Вот это хотел бы услышать. Следующий вопрос по поводу пашни, участок, где используются под засев зерновых хозяйств, культур, вопрос, какой характер размещения именно на полях и как вы их определяли? То есть по спутниковому снимку или это были реальные полевые исследования? Потому что когда мы тоже сравнивали на полях вот эти семейные участки, по цвету они не отличаются. То есть там даже нету норы, то есть 50 лет назад как скопали, а ландшафт, то есть цвет ландшафта остался такой же. Но в основном сами поселения сурков они были по периферии и на краях этих полей. Вот это тоже мне интересно. Ну и собственно третий вопрос по поводу участков, где происходит вторичная суксессия. и там мы тоже у нас были сложности. Дело в том, что в зависимости от возраста вот этих залежей там может быть разная плотность и абсолютно не видно бутанов и на спутниковых снимках, и на авиа, во время авиаучетов. И сложно определить жилая или нежилая нора. И поскольку это большие площади также и вносит определенную погрешность, вот это мне тоже интересно. Ну и собственно все-таки какой процент общей погрешности для итоговой цифры у вас получился. Спасибо. Да, спасибо. По первому вопросу так, я уже забыла первый вопрос у нас не успела записать, просто Алексей, напомните первый вопрос? Первый вопрос это общая площадь вот этих все поняла. Да, общая площадь обследованные, общая площадь не скажу, это было 30 площадок абсолютно тех же самых такой же площади, то есть получается 78 так 0,78 квадратного километра получается. 30 площадок. Ну процент от общей, ну маленький, очень маленький, наверное 0, меньше 1%, но тем не менее это был процент от, ну как сказать, во-первых, это были случайные площадки, для нас это было важнее всего, чтобы понять, ну случайный метод все же более достоверен, да, чем мы не ехали вдоль дорог и не проверяли вот эти вот точки вдоль дорог, мы именно ехали в случайные площадки. Ну то есть всего 30 из 1300, но при этом еще для дошифрирования мы использовали и те данные, которые много-много лет собирали до этого, то есть все точки, которые у нас были по суркам, мы их тоже использовали, кроме вот этих вот случайных площадок, поэтому вот общую площадь прямо обследованных в поле я вам сейчас не могу сказать, но по всем и по широте и по долготе у нас почти все районы охвачены каким-либо дешифрированием, точно. Вот, что касается на полях, да, вот мы находили такие норы, которые действительно их не видно, их было очень плохо видно со спутника и мы думали, что они, ну мы сомневались, то, что где мы сомневались, мы просто исключали, вот в случайном учете это было сложно, потому что мы только на площадке смотрели присутствие и отсутствие, но когда мы проводили вот этот сплошной учет, мы уже видно, где центр колонии, центр поселения, где уже периферия поселения и там приблизительно, знаете, погрешность снижалась, потому что ну, по крайней мере, присутствие или отсутствие целого поселения тут сложно ошибиться. Отдельные норы, отдельные такие участки с норами, да, здесь можно. И мы ориентировались больше на непрерывность поселения, если оно вот на какой-то залежи, допустим, потому что у нас залежи, они тоже непрерывными участками идут, они у нас как бы такой шахматный, немножко мозаикой такой, то есть где-то поле заново распахивается, сейчас очень много полей распахивается заново, и где-то есть, где-то нет, и поэтому целое поселение его сложно не увидеть совсем. А то, что на залежах самая низкая, скорее всего, определяемость, там она варьировала, вот я сказала, 40% приблизительная определяемость нор, но вот на залежах она самая низкая, действительно, там сложнее всего увидеть из-за зарастаемости, ну и очень низкая на целинных участках, кстати, на целинных участках мы меньше всего нашли сурков, и скорее всего, мы много где их просто просмотрели, потому что как раз сейчас очень сильно снижается выпас в степи, снижен, то есть мало скота, и они просто очень сильно заросшие, не в состоянии животных, видимо, их открывать, и вы, кстати, эти поселения, которые мы проверили, тоже в таких заросших местах, они тоже довольно угнетенные, то есть для них, как и распашка, вот это вот была негативная, так и слишком сильное зарастание, это очень хорошо демонстрирует пример того, насколько вот выпас важен для сурков, как было показано в Украине. Так, я на три ответила, да? Более или менее? А, да, спасибо. Если что, Алексей, может быть, потом еще... Да, просьба, потом что-то можно выяснить в частном порядке, у меня просьба к задающим вопросы, стараться задавать их очень коротко, ну, как-то очень лаконично, иначе докладчик несколько может теряться. Да, Сергей Борисович, я хотела добавить просто по последнему вопросу быстро, что насчет периферии, вот Алексей спросил, как располагались, мы ожидали, что они так будут располагаться в основном по периферии, да, потому что литературные все, кто обследовал, они говорили, что писали, что таким образом располагаются колонии, что они внутрь вот этих полей не заходят, но к нашему огромному удивлению мы нашли очень много поселений, которые на сплошных распаханных территориях заходили и внутрь, и там никакого просто даже намека на кусочки степи нету, то есть они продолжают выживать на полях без доступа к естественной растительности, что само по себе очень интересный тоже феномен. Хорошо. Можно очень городко? Один, один. Очень городко можно? Сейчас кто спрашивает? Это Камшарь спрашивает. А, Анатолий Федорович, да. Да, очень коротко. Во-первых, большое спасибо, Алена, за интереснейший доклад, который орнитолог слушал, не отрываясь. И очень коротко, есть ли у вас публикация на эту тему, и можно ли будет об этом более подробно узнать по электронной почте? Здравствуйте, Анатолий Федорович, спасибо большое. Да, конечно, все есть, и я вам все отправлю. Публикации есть, они вышли, даже не одна уже. Еще раз спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. И вот здесь давно... Можно маленький вопрос? Да, давно поднятая рука, да, Игорь Александрович. Спасибо. Во-первых, Алена, огромное спасибо за доклад. Это чрезвычайно интересно. Но мне все-таки любопытно по этой формуле, которая сейчас на экране. Вот первый показатель, плотность семейных участков, он, по поводу его случайности, все кадры, которые вы показали, на них на всех были норы. Вот трудно себе предположить, что соответственно, на всей территории вот этой вот выделенного ареала есть норы сурка. Вопрос такой, нулевые показатели были при случайной выборке? Вот D показатель. Вы имеете в виду при изучении снимков или при полевых? Нет, вот в этой формуле, вот в этой формуле, это же формула, вы сюда вставляете какой-то показатель? Посмотрите, вот эта формула, здесь сплошной учет, поэтому здесь нулевые не учитывались никак, то есть здесь у нас конкретно экстраполяция шла на территорию там, где поселение есть, точно. В формуле, которая была по выборочному учету выше, там, конечно, нули присутствуют. Ну, тогда я просто хочу обратить внимание, вы же умножали потом на общую площадь пашни огромной территории. Здесь вот возможно и скрыта вот эта вот ситуация, что у вас перекос в большие цифры, и поэтому умножали на 3, а не на 4,7 или на 4,2. Просто вот первый показатель, он должен согласовываться со вторым, с площадью пашни. Нужно действительно случайно выбирать эти территории, а не намеренно. Тогда у вас показатель будет ближе к истине. Спасибо, извините. Я отвечу быстро. Площадь пашни только там, где есть поселение. Наверное, я не уточнила. А это площадь только там, где есть поселение. Да, вот из этой карты. Вот видите, где поселение? Вот площадь пашни, занятая поселениями. Я просто не дописала. Понял. Тогда вверху должно быть показатель численности сурков в местах их обитания или на территориях обитания, а не на всей территории Казахстана, допустим. Ну, да, согласна. Спасибо. Спасибо. Так, все, на этом с вопросами заканчиваем. Алена, спасибо, спасибо еще раз, да, спасибо всем заинтересовавшимся докладом. Так, Крис, для следующего выступления слово предоставляется Дубянскому Владимиру Марковичу. Можно включать демонстрацию экрана. Там, Алена, там есть еще пара вопросов в чате, там по ходу ответьте, пожалуйста. Можно в чате ответить. Добрый день, меня слышно? Да, да. Здравствуйте. Экран можно включать уже, да. Экран виден мой? Пока, пока нет. Так, секунду, я сейчас попробую настроить. Так, 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 демонстрация экрана, да? Ага. Так, теперь видно? У нас пока тоже. Видно, да? Пошел экран, нету. Еще раз, вылетели на демонстрацию, нужно подключиться, где-то выбрать. Да, выбрать демонстрацию экрана, она у вас, у вас права есть. Сейчас смотрим. так, теперь видно что-то на моем экране. вот, вот, есть пошло. Есть, да? Хорошо, спасибо. Ну, пользуясь случаем, я хочу поздороваться и передать привет Анатолию Федоровичу, Ковшарю. Я его сейчас не увидел. Здравствуйте, Анатолий Федорович, если вы меня слышите. Мой доклад, он посвящен более таким практическим моментам. Как вы видите, он называется «Методика применения беспилотных летательных капиталов». Просьба там отключить микрофон, если можно. Пожалуйста, все сами следите за микрофонами, все отключайте, пожалуйста, не выступающие. Поэтому здесь с одной стороны как бы у нас есть еще и научная составляющая, но я ее в этом докладе опустил, потому что иначе доклад был бы очень большой. Итак, вот на экране перед вами вы видите наш первый беспилотный летательный аппарат, самолет. Его данные я ниже приведу. Сейчас мы закупаем еще парк, в том числе квадрокоптеры и будем их, надеюсь, широко использовать. Ну, мы начали применять данные дистанционного зондирования Земли из космоса, в частности, при обследовании очагов чумы и других природно-очаговых болезней 2007 года. на данный момент мы используем космические снимки и снимки из беспилотных летательных аппаратов для распознавания поселений и учета численности примерно 12 видов интересующих нас животных в разных очагах чумы. Владимир Маркович, на весь экран нажмите, пожалуйста, прошу прощения. Хорошо. Так видно, да? Так, значит, мы, соответственно, проводим совершенствование методики 2007 года, она постоянно совершенствуется, в том числе используем методы спектрального анализа для распознавания НОР. Вот Алена говорила в своем докладе, о том, что часть НОР не распознается на снимках. Когда используешь программное обеспечение специализированное, то с помощью спектрального анализа удается распознавать часть невидимых НОР. В частности, это я использовал для распознавания НОР Большой Песчанки в Казахстане. Ну, и сейчас мы переходим к двуступенчатой системе мониторинга. Это общая картина обстановки по носителям микроба чумы оценивается с применением спутниковых снимков. Причем мы используем также снимки Google планета Земля, Google Earth, но для ключевых территорий, которые по каким-либо причинам нам интересны, мы заказываем коммерческие снимки, которые актуальны на текущий момент, либо используем снимки, которые нам предоставляет Роскосмос. Опять-таки актуальны на текущий момент. Ну, и детализацию обстановки мы как раз проводим с применением беспилотного летательного аппарата. Вот перед вами коротко его основные характеристики. Как вы видите, это небольшой достаточно аппарат, который, тем не менее, позволяет решать все, ну, не все, но большинство наших задач. Таким образом происходит у нас эта работа. Ну, вот перед вами ортофотоплан, то есть собранный из снимков летательного аппарата. Снимок тут видны и мы в одной из самых первых экспедиций. и для того, чтобы понять, что мы видим на самом деле, мы использовали реперные точки, то есть просто положили давилки, обычные давилки Геро на разные, на норы разных видов. Ну, естественно, мы подобрали площадку соответствующую, где у нас есть комплекс нор. Здесь перед вами представлены норы гребенщиков, песчанки, полевки, если пушонки, я чуть ниже об этом скажу. Ну, кроме того, на этой же площадке у нас есть еще и норы малого суслика. Ну, красными линиями показаны как раз те светлые пятна, примеры, это давилки Геро, которые лежат на норах. Чтобы нам для начала было понятно, с чем мы имеем дело. Так, что у меня здесь не уходит. Достопорилось. Да. Далее мы проверяем, как лег наш ортофотоплан. То есть, что такое ортофотоплан? Это созданная специальная программа, в данном случае Adisoft. Сшивка снимков беспилотного летательного аппарата в единую картинку, которая может быть привязана к ГИС или к Гугле планеты Земля. Ну, собственно говоря, мы это вот показываем на данном слайде, как мы ортофотоплан, я думаю, виден мой курсор, ортофотоплан положили на гугль планеты Земля и убедились, что мы отсняли именно тот кусок территории, который нам нужен. Вот здесь, кстати, по группу Кошары есть поселение малого суслика. Ну, а на более детальном снимке показаны выбросы рябинщиковой песчанки. Собственно, наша методика здесь в данном случае достаточно простая и основана на визуальном исследовании, без использования, допустим, спектральных анализов или теории графов, которую тоже можно использовать, и мы пробовали это для распознавания как видов, как, вернее, к чьим видам относятся норы, так и для обрисовки, в том числе, и семейных участков. Здесь же мы используем только визуальные методы для того, чтобы понять, с какими видами мы имеем дело. И вот первые у нас очерчены эллипс. Это выбросы нор гребенщиковой песчанки, второе это выбросы нор полевки и третье слепушонки. Это специально мы сделали такие талонные площадки, чтобы, так сказать, набить глаз для того, чтобы потом распознавать, где какие норы мы видим. И если с гребенщиковой песчанкой у нас особых проблем нет, они очень хорошо видны за счет больших белых выбросов, то есть определенная похожесть между норами полевки и слепушонки. Но здесь как раз сделав целую серию различных снимков, мы убедились, что норы полевки хорошо отличаются от нор слепушонки тем, что их выбросы гораздо более разреженно располагаются на территории. Вот это все одна колония полевок, но их выбросы гораздо более разреженно располагаются на территории, чем выбросы слепушонок. Следующий снимок это норы малого суслика. Это норы малого суслика на дагестанской территории. Как у нас называется этот полуостров? Аграханский полуостров, заповедник. Там мы делали эти снимки. В чем интерес в данном случае этого снимка? В том, что при съемке с БПЛА мы можем различить отдельные входы норы. Я думаю, может быть, вам видно на презентациях вот эти темные пятнышки, которые я показываю, которым у нас красные линии проведены. Это отдельные входы нор суслика. Их здесь на самом деле довольно много. И в принципе это дает тоже определенный подход к тому, чтобы определить насколько обитаема данная нора. То есть хорошо выраженный, хорошо расчищенный вход позволяет считать данные норы обитаемыми. Как мы используем данные снимки? Вот здесь показано, что, во-первых, мы их используем для сплошного учета численности, в принципе, такого же, как делает Алена. то есть просто мы немножко автоматизировали эту процедуру. Вот здесь у меня программка в Excel, которая позволяет просто кликая мышкой по каждой норе быстро их пометить красным цветом и, соответственно, мгновенно пересчитать, сколько у нас нор на снимке. Естественно, что количество сусликов в этих норах они уже учитываются либо капканоплощадочным методом, либо методом с крышками, которые мы закрываем норы, либо каким-то визуальным другим методом. Хотя, как я уже говорил, есть подходы к тому, чтобы просто просматривать хорошо расчищенные норы прямо на снимке. Но, тем не менее, мы, конечно, используем сейчас все эти методы. Помимо такого учета, помимо того, что мы используем эти БПЛА для того, чтобы разграничить, допустим, определить границу, где у нас проходит поселение суслика, в том числе и в трудодоступных местах, то есть, допустим, тот же Аграханский полуостров, он не всегда доступен для проезда. Когда идет разлив воды из терека, он отрезан от материка и превращается в остров. И в этом случае учет проводится через протоку, например, направлением БПЛА в нужное место. Ну, и важный момент, конечно, это еще не специфическая профилактика чумы. как вы знаете, здесь много я смотрю противочумников, при обнаружении эпизоотии проводится не специфическая профилактика, то есть, густация НОР, для того, чтобы уничтожить блок потенциальных переносчиков микроба чумы. И вот использование и спутниковых снимков, а особенно беспилотных летательных аппаратов, повышает значительно эффективность не специфической профилактики и уменьшает ее стоимость. Почему? Потому что с первым полетом беспилотника мы получаем полную картинку участка, который необходимо оздоровить, то есть засыпать НОР ДУС от БЛОХ и делаем привязку далее уже прямо с компьютера GPS навигаторы координаты координат этих НОР. Считаем количество НОР на участке. Соответственно рассчитываем сколько нужно сил, средств, сколько нам нужно ДУС сколько нам нужно людей, машин и так далее. Это мы видим все сразу по снимку. Затем группа выезжает, которая проводит эту работу также с GPS навигатором с уже введенными координатами этих НОР проезжает конкретно каждый НОР производит ту стацию и проводится контроль качества, то есть следующая загруппа, которая делает контроль качества работ, она также проезжает по уже известным маршрутам, по известным координатам и проводит контроль качества. Если я не знаю как так, ну, это двинуть. Ну, ладно. Таким образом, в общем-то, у нас получается достаточно упрощенная и удешевленная процедура неспецифической профилактики. Ну, и я еще хочу сказать, что вот эти же полученные планы, вот примерно с этой же программки, где у нас отмечены каждые НОР мы используем еще и в чисто научных целях для того, чтобы вводить полученные данные в компьютерную математическую модель эпизотического процесса и изучать, как у нас происходит передача микроба чумы между отдельными зверьками, отдельными НОРами. Кроме того, эта же методика может использоваться для того, может использоваться для того, чтобы изучать непосредственно процессы расселения при разных уровнях численности зверьков. скажем, как заселяется территория, по каким законам, когда численность начинает повышаться или как она вымирает, когда численность начинает понижаться. Но это, как я говорил, уже научная часть, может быть, мы ее озвучим в следующем докладе. Ну и таким образом, вот смотрите, у нас применение беспилотных летательных аппаратов дает возможность проводить учеты плотности НОР на участках 1-2 квадратных километра, труднодоступных для обследования наземным способом местности, проводить мониторинг в очагах полевочего типа. Я на это особо обращаю внимание, потому что учитывать полевых со спутников, к сожалению, нам пока не удавалось. Мы пробовали это дело для Гесарского очага чумы совместно с Таджикской противочумной станцией, но хороших результатов пока не получили, хотя отдельные НОР на спутниковых снимках все-таки различаются. Как я уже говорил, это повысить эффективность мирной специфической заблаговременной экстренной профилактики чумы, повысить эффективность эпизодологического обследования за счет того, что мы можем оконтурить НОР и провести более точный учет. Ну и использовать компьютерно-имитационные модели для оперативного прогнозирования эпизодологической ситуации. Что касается недостатков, то это небольшая площадь обследования, что ограничивает применение БПЛА только, как я говорил, участками 1-2 квадратных километра. И есть определенная бюрократическая процедура. Это требование предоставления планов полета в зональные центры планирования за 3 дня до начала мониторинга. Это, конечно, тоже снижает оперативность применения беспилотных питательных аппаратов. Ну вот у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Один вопрос был в чате. Простой достаточно для начала. Какую марку БПЛА используют в работе? Так, марку БПЛА? Так, сейчас попробую я я тут закрыл уже сейчас попробую открыть и показать. Это было у меня сразу на втором слайде, да? Вы знаете, просто дополнительно наводящий вопрос, какой длины пилотируемый полет, то есть имеется в виду контрольный полет, на сколько времени хватает, на сколько километров? ну вот основные характеристики перед вами на слайде, вы видите сейчас их или нет еще? Или я опять и не вывел? Извините. Вы отключили сейчас, да? Сейчас отключил я, да? Да. Ну давайте я прочитаю, чтобы взлетный вес 2 килограмма, размах крыла 138 сантиметров, продолжительность полета до 60 минут, то есть сколько километров он пролетит, это зависит еще от ветра, от встречного ветра, от попутного ветра, но максимальная продерженность полета 60 километров заявлена, скорость 18-24 метра в секунду, максимальная высота полета 2000 метров, минимальная высота полета 100 метров, запускается с катапульты, оборудован фотокамерой. Спасибо, просто у меня вопрос продиктован тем, что вот уже 4 года мы пытаемся подобрать себе ВПЛА, я прошу прощения, я орнитолог, но для учета птиц и на Северном Каспии, вот мы до сих пор не можем найти, 60 километров для нас мало, потому что мы собираемся исследовать токнатуру, поэтому вопрос. орнитолог, который может быть что-то, Коль, ты можешь прокомментировать? Не, он затрудняется прокомментировать, какой аппарат вам подойдет. Виктория, у нас есть опыт использования аппарата, я могу сказать, можно потом обсудить. Хорошо, спасибо. У нас ВВФ в Казахстане используют аналогичные. Хорошо. Это Вика Ковшин. Так, значит, еще я вижу такую марку камеры сразу, да? Марка камеры у нас стоит фотокамера Sony A5000 с высокоточным геотезическим приемником. Можно еще вопрос по камере? Да, конечно, я слушаю. Вы, Владимир Марков, говорили о спектральных характеристиках, да, но Sony то, что у вас стоит, это, видимо, обычно какая-то цифровушка RGB-шная, да, или я ошибаюсь? То есть инфракрасного канала там нет? Инфракрасного канала там нет. Я говорю про спектры вообще, которые даны просто визуально. То есть даже на снимке, которую мы берем из Гугля, жп-шка простая, которая объединена максимально, там с помощью определенных алгоритмов удается да, я сам писал на питоне в том числе, программы, которые позволяют вытащить по спектру норы. Понял, спасибо. Там идет достаточно хорошее различие спектров именно визуально. стажек. Еще вопросы? у меня у меня вопрос насколько надежно море различаются разных видов то есть с vp la хорошо идет взличие видно визуально хорошо в принципе хорошо видно и на спутниковых снимках при условии что вы знаете какие виды там обитают вот в любом случае надо знать набор видов которые обитают на данной территории и найти тестовую площадку на которой вы можете посмотреть как эти виды выглядят на снимках либо космических либо снимков два пола ты как правило если это не горы например то все-таки на равнине они выглядят более или менее одинаково мы видим это связано с тем что и виды населяют примерно одни и те же биотопы то есть ясно что суслик живет малый суслик в определенных биотопах также как и гребенщиковая песчанка определенных биотопах они будут жить на голове на голом песке например вот и поэтому вполне приемлемая я бы даже стал хорошая возможность определения и разделения разных видов вот еще вопрос это применение бпл а для такого рода работ это в порядке опробирования методики идет или методика уже утверждена официально как-то признана на данный момент наверно в порядке опробирования потому что методика официально утвердиться видимо в этом году в конце 2020 года мы отправили полностью оформленные прорецензированные и так далее методические рекомендации федерального уровня то есть для всей российской федерации на утверждение как только она пройдет уже формальное утверждение то есть поставить печать так это будет считаться методическими рекомендациями но это конечно больше методических рекомендаций сказано чем в моем докладе вот но есть такие будут такие методические рекомендации я думаю в этом году общероссийские можно еще вопрос да конечно у меня такой вопрос скажите пожалуйста вот за какие виды которые встречаются на территории ваших исследований вы ответственно можете сказать что вы можете их отличить и какие виды вы скажете что вы затрудняетесь отличить их по этим снимкам ну так как я довольно часто и до сих пор работаю в казахстане то я начну пожалуй оттуда я скажу что большая песчанка это вообще беспроблемный вид а как космических снимках так и на бпл соответственно далее малый суслик да малый суслик мы видим пятна норения на космических снимках тут я скажу что пятно норения это место где вообще когда-то была нора она отличается на снимках от того за счет того что там разная растительность и разный состав грунтов на этом месте и поэтому даже если допустим суслик там не живет то очень долго по нашим сведениям несколько десятков лет а это пятно все равно видно на снимке как пятно норения вот поэтому малый суслик мы тоже его хорошо отличаем более-менее отличаем гребенщиковую песчанку как на спутниковых снимках так и на беспилотных летательных аппаратах на бпл а можно отличить полевок только не по видам а а именно по их городкам то есть я допустим наверное затруднилась различить обыкновенную полевку общественную полевку тем более там вообще с их систематикой сложности большие вот затем значит слепушонки слепыши видны на снимках кого-то еще упустил по моему наверное все из наших которых мы мониторим видов мы не можем видеть гребенщиковую извините полуденную песчанку потому что она живет на достаточно сыпучих песках и увидеть следы ее жизнедеятельности в виде нор сложно ну и пожалуй да из наших видов все да и есть проблемы с сусликом горном на центральном кавказе но мы потому что на снимках спутниковых он различается плохо можно различить но плохо не везде скажем так а запускать там самолет проблематично но мы сейчас закупаем квадрокоптеры и думаем что мы решим этот вопрос с помощью квадрокоптеров спасибо спасибо а можно пожалуйста еще вопрос да алюна да быстренько вы сказали вот пятна норения получается малого суслика не отличается от жилых нор я правильно понимаю на космическом снимке да а углевском с расширением до 0,5 метра на пиксель не различаются с расширением 0,2 различаются понятно и второе вот в горных районах вы сказали сложности просто дело в том что мы тоже проверяли на горных сурков нас тоже спрашивали много раз можно ли горных мы проверяли и действительно вот горные снимки они ну на них не видно действительно там и разрешение хуже то есть у вас с этим связано с тем что просто снимки качество да хуже или нет это связано с экспозиции склонов во-первых и снимка относительно склонов то есть допустим с владимиром георгиевичем мекомеченка я думаю наверное многие знают мы проводили работу упробно она нигде не опубликована как распознать норы сурков в заилиска молотал он их все закартировал отдельные норы мы видим на снимке но только отдельные в тех местах где экспозиция снимка его так сказать направление камеры удачно совпадает со склоном вот а так как там все под разными углами еще и тени падают то практически практического значения пока мы не получили отдельной норме все согласны спасибо так там еще один вопрос в чате по возможности развлечения на краснохвостой песчанки с папайла и наверное это последний вопрос потом перейдем я думаю теоретически конечно можно единственное надо будет дифференцировать большой песчанкой но тут можно конечно дифференцировать за счет разных разных биотопов потому что у большой песчанки могут быть небольшие колонии которые будут сопоставимы с краснохвостой и поэтому по размеру вряд ли а вот за счет того что краснохвостка больше предпочитают все-таки глинистые участки может быть и можно их как-то поделить но норы точно будут видны вопрос только как разделись большой песчанкой дифференцировать